МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня в информационной программе события. С вами в студии Александр Новиков. Здравствуйте. В Брянской областной думе прошло 71-е завершающее в этом году заседание. Какие вопросы рассмотрели парламентарии, расскажу в своем сюжете. Я, Дмитрий Белов. Куба губернатора Брянской области по фехтованию. Такие соревнования проводятся впервые. О подробности расскажу вам я, Андрей Мамошин. Развитие железных дорог в контексте обеспечения социально-экономического развития Российской Федерации. Брянская делегация приняла участие в 4-м железнодорожном съезде, который прошел в Москве. Смотрите мой репортаж. Я, Александр Новиков. Во всех школах Брянской области пройдут новогодние мероприятия. Об этом губернатору Александру Богомазу доложила директор Департамента образования и науки Алевтина Андреева на еженедельном оперативном совещании. Все образовательные организации Брянской области активно готовятся к празднованию Нового года. Утренники пройдут во всех детских садах и школах. В регионе планируется провести свыше 5000 мероприятий как в рамках отдельной образовательной организации, так и массовые мероприятия, в которых примут участие воспитанники детских садов, учащиеся школы, муниципальных образований. Особое внимание уделяется безопасности детей. Во всех образовательных организациях пройдут инструктажи со службой охраны. Будет проверена пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, тревожные кнопки. В районах, граничащих с Украиной, предусмотрен особый режим проведения детских утренников. Для учащихся в школах, расположенных в приграничных населенных пунктах, будут организованы утренники на базе других образовательных организаций. Будет организована поездка детей в Москву на выставку «Форум Россия», которая проходит на ВДНХ. Продолжается посещение нашими ребятами международной выставки «Форума Россия». По графику согласованы с организаторами выставки. 12 января 2024 года – день в Брянской области на ВДНХ. Приедут наши ребята из кадетских школ, юноармейцы, школьники из семей участников СВО. Подводя итоги совещания, губернатор подчеркнул, что праздник должен состояться для каждого ребенка. Но особое внимание нужно уделить детям в приграничных районах. Мы оттуда детей привезем. У детей праздник все равно будет. Праздники, да. Но у других вообще мы заведения. Ладно, хорошо, если нет вопросов. Хорошо, спасибо. Александр Новиков, Анатолий Чикрыгин, Александр Власов. Брянск. В Брянской областной думе прошло 71-е заседание. Парламентарии рассмотрели и поддержали свыше 30 вопросов. Перед началом заседания губернатор Брянской области Александр Богомас вручил медали от министра обороны за успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции. Награду получили главы поселков Климова, Белоберезка и Суземского района. АПЛОДИСМЕНТЫ Высокая награда в лице их всем органам власти, которые находятся сегодня на приграничии. Потому что ту работу, которую они сегодня ведут, а работа проводится очень большая. Это испечение электроэнергии, это помывка солдат, это вся помощь, которая дрова, подвозка воды. Ее нужно постоянно делать, и самое важное, что постоянно нужно рисковать собой. Вот когда Слепухову я увлечал ту награду, он глава района, который не словами, а делом показывает людям, что он вместе с ними, и в самой сложной ситуации, когда идут обстрелы, он находится вместе с людьми. Я говорю, что у нас такая власть, что не прячутся за колоком, они находятся с нами. Всего в повестку 71-го заседания Ублдумы вошло более трех десятков вопросов. Парламентарии рассмотрели и поддержали вопрос повышения эффективности исполнения областных законов, обеспечивающих соблюдение тишины и покоя жителей региона. Тема в преддверии новогодних праздников более чем актуальна. Настоящий проект закона уточняет, что действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, не распространяются на период празднования Нового года. С 23 часов 00 минут 31 декабря до 6 часов 00 минут 1 января. Депутаты продлили на один год действия налоговой льготы для газораспределительных организаций в Брянской области. Предлагается продлить на 24 год действия налоговой льготы по освобождению от налогообложения газораспределительных организаций, являющихся собственниками газораспределительных сетей протяженностью не менее 2,5 тысяч километров с целью обеспечения условий соглашения по передаче газопроводов и погашения задолженности за потребленный газ. Трое жителей Брянской области были удостойны звания заслуженный работник образования Брянской области. Депутаты поддержали вопрос о присвоении звания заслуженной работник культуры Брянской области. Еще одна высокая награда для Сергея Хохлова, в прошлом директора ФОКа Погарского района. Уважаемые президенты, уважаемые депутаты и приглашенные, в Брянскую областную думу поступила ходатайство губернатора Брянской области о награждении почетным знаком Брянской области за заслуги в развитии физической культуры и спорта Брянской области Хохлова Сергея Николаевича, пенсионера, ранее работающего директора физкультурно-оздоровительного комплекса Погарского района, за заслуги в сфере физической культуры и спорта. Прошу поддержать. Также парламентарии рассмотрели шесть дополнительных вопросов. Среди них изменения в законе об особо охраняемых природных территориях в Брянской области. До этого момента в регионе отсутствовали законодательные нормы, которые определяли порядок создания охраняемых территорий местного значения. Закон Брянской области об особо охраняемых природных территориях в Брянской области регулирует отношения в области организации охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения Брянской области. Однако названным законом категории особо охраняемых природных территорий местного значения не установлены. Законопроект, разработанный прокуратурой, направлен на устранение данного пробела. По законопроекту получено положительное заключение всех заинтересованных ведомств, поэтому просим депутатов его поддержать и принять Брянской областной думой в трех чтениях. В нашем регионе создан Центр специального назначения защиты, сотрудники которого выполняют функции территориальной обороны. По инициативе губернатора Александра Богомаза разработан пакет мер социальной поддержки специалистов Центра террабороны. В случае получения той или иной тяжести вреда здоровью и указанных сотрудников при выполнении ими функций своих уставных, в случае легкого вреда, это компенсация единовременная, составит выплата 100 тысяч рублей, средняя тяжесть и вреда здоровью, соответственно, выплата будет 200 тысяч рублей, и в случае получения тяжкого вреда здоровью выплата составит 400 тысяч рублей. Ну а в случае гибели указанных сотрудников, их семья, члены семьи могут получить единопременную денежную выплату в размере 2 миллионов рублей, а вдовы и родители пожизненно будут получать за счет средств бюджета Брянской области ежемесячную денежную выплату со следующего года. И размер составит без малого 46 тысяч рублей. В завершении 71-го заседания председатель Брянской областной думы Валентин Суббот подвел итоги проделанной работы за год. 2023 год стал для нас продуктивным. Принято порядка 300 постановлений, третий из которых – это законы Брянской области, по которым живет регион. Паритетной задачей нормотворческой деятельности осталась поддержка участников СВО и их членов семьи. Дума обеспечила закрепление мер, которые востребованы и эффективно работают. Помимо совершенственного властного законодательства, за год было подготовлено шесть инициатив, которые направлены в Государственную думу. Также два наших более ранних предложения были поддержаны нашими коллегами-депутатами Государственной думы. В целом, повестка 2023 года была нацелена на то, чтобы изобретательно обеспечить реализацию в регионе поручений нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Дмитрий Белов, Алексей Рязанцев, Сергей Севастьянов, Брянск. Во дворце единоборств имени Артема Осипенко стартовал кубок губернатора по фехтованию. Открыл турнир Александр Богомаз. Тимофей уже четвертый год держит в руках рапиру с первого класса. Это еще разминка, но скажем сразу, парню удастся взять призовое место на кубке губернатора по фехтованию. А что самое главное в фехтовании, как ты думаешь? Уметь собираться и уметь контролировать эмоции. А еще развивать скорость, точность. Тут и родители находят десятки плюсов, отдавая ребенка в этот вид спорта. Самое интересное, что он дает, это, конечно, выдержку, координацию, реакцию. Что, в принципе, это один из самых быстрых видов спорта. И думать, так как в рапире у них есть тактика, то есть здесь именно думать и быстро думать, быстро принимать решения. Это одно из основных его спорта. Но самое, из чего, когда уже стали заниматься, прочитали, оказывается, у рапиристов не бывает плохого зрения. За счет того, что маска сетчатая, это служит как очки для массажа глаз. Такой турнир первый в истории брянского фехтования. И принимает его дворец единоборств имени Артема Осипенко, десятикратного чемпиона мира. И, возможно, эти кубки и медали станут для мальчишек и девчонок, которые недавно взяли в руки рапиры отправной точкой в большой спорт. Фехтование – это тот вид спорта, который сегодня у нас не распространен. Только в Брянске здесь, в Советском районе, в Владарском районе города Брянска, в Бежице сейчас, как мне сказал главный тренер наш Игорь Владимирович, который приехал с Украины сюда к нам, сам призер, чемпион Украины, чемпион Европы. И сегодня такой высококлассный спортсмен занимается с вами и передает те навыки, которые имеет сам. Это очень важно, когда люди, которые достигли высот, они сегодня занимаются с нашими детьми, и все то лучшее, которое когда-то достигли сами, они передают нашим детям. Наша задача взрослых – это сделать все, чтобы наши дети, наши наследники выросли умными и здоровыми. И, конечно же, целеустремленными. Вот данный вид спорта, как и говорит наш национальный лидер Владимирович Путин, он учит именно спортсмена боевой вид спорта. Нанеся один удар или один укол, добиваться победы, добиваться победы и выигрываться. Это то, что я желаю вам, ребята, чтобы вы всегда выигрывали. Выигрывали учебе, выигрывали спортсмены, выигрывали в жизни, когда будете работать на той или другой работе. И я желаю вам, чтобы вы выросли достойными представителями нашей великой страны и нашего великого народа. После большого перерыва фехтование в Брянске живет уже 9 лет. И сегодня это 250 ребят, 7 перворазрядников, 69 школьников с юношескими разрядами. По итогам соревнований 23-го года губернатор вручил фехтовальщикам разрядные книжки. Три дня соревнований, 4 возрастные категории, мальчики и девочки, личные и командные зачеты. Занимаюсь я 10 месяцев. Пришла, ну, попробовать решила и осталась. Хочу разряд. Это не первое соревнование, но все равно страшно. Что самое главное ты считаешь фехтование, чтобы победить? Не волноваться, верить в себя. Очень нравится вид спорта. Я им занималась еще до этого, только стыническим фехтованием, 2 года. И решила пойти на спортивное, когда открылась в Брянске. А ты вообще не считаешь, что это мужской вид спорта? Нет. А почему? Все-таки это оружие какое-никакое? Такое грациозное, очень такое пластичное даже. Дети приходят, получают опыт, развиваются, растут. Получают очень хороший, большой спарринг. И, конечно, это соревнование является отборочными в сборную команды Брянской области по фехтованию. А ближайшие серьезные соревнования, к которым готовятся брянские фехтовальщики, это Кубок России. Он пройдет в Орле в январе. Андрей Мамошин, Сергей Севастьянов, Брянск. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте. Губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Более ста молодых специалистов пришли на работу в медучреждения региона в 2023 году. В Брянской области и по всей стране с 18 по 24 декабря началась неделя здорового питания. Брянский краеведческий музей вошел в десятку лучших музеев страны. За прошедшие выходные с улиц областного центра вывезли более 5000 тонн снега. Студентка БГУ стала призером всероссийского конкурса. В Брянской области с начала года заключили 5830 браков. Брянских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за дождя и тумана. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Губерния.тв. В Москве завершился четвертый железнодорожный съезд, участниками которого стали почти 2000 железнодорожников со всей страны. Одной из самых многочисленных делегаций стала делегация Московской железной дороги во главе с ее начальником Валерием Танаевым. Брянский регион МЖД представлял заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Марат Шайдулин. Это четвертый железнодорожный съезд за 20-летнюю историю компании РЖД. В его работе примут участие более 2000 делегатов со всего полигона российских железных дорог, включая Брянский регион МЖД. В работе съезда примут участие также представители органов власти, бизнеса, профсоюзных и ветеранских организаций. Ключевой темой съезда станет развитие железных дорог в контексте обеспечения социально-экономических интересов Российской Федерации. Железная дорога для нашей огромной страны играет стратегическую роль. Об этом говорит президент России Владимир Путин, который принял участие в работе съезда. Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования. Обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть – пассажиропоток. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры. Лидер отрасли компания РЖД является одним из главных заказчиков для отечественного машиностроения, промышленности в целом, для строительного комплекса и системы профессионального образования. Обеспечивает многие сектора экономики, науки, технологического бизнеса. Обеспечивает стабильными, долгосрочными заказами. В работе съезда принимают участие делегации Московской железной дороги во главе с начальником МЖД Валерием Танаевым. Брянскую область представляет заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Марат Шайдулин. Шесть лет назад на третьем съезде железнодорожников, обсуждая наши шланы, мы даже представим не могли, какие требования предъявят нам время. Пройдет период пандемии, уже старшей страницы в истории, в которой, как и всегда, отмечена ответственная и профессиональная работа всей железнодорожной области. Президент вручил государственные награды лучшим железнодорожникам среди награжденных сотрудники Московской железной дороги. Начальник строительно-монтажного поезда Сергей Щекодин и начальник путевой машинной станции номер 58 Саян Бадонов. Свой вклад в развитие РЖД вносит и Брянский регион. По грузоперевозкам мы ставим рекорды. Рост более 68%. У нас собственные резервы очень большие на самом деле. Большой рост объемов цемента показалось в этом году. Также у нас это, знаешь, зерно сельскохозяйственной перевозки. Плюс немаловажный проект – это отгрузка мясной продукции Мироторга. Да, там небольшие объемы перевозок в плане тонн, но здесь неплохие начисления в виде финансовой выручки. Поэтому Брянская область, она независима от никакой Украины, и мы сами, как говорится, показываем большой рост. Особое внимание компания РЖД уделяет и пассажирскому движению на Брянщине. Если говорить о развитии пассажирских перевозок, то это усовершенствование подходов к пассажирским перевозкам в качестве ремонта подвижного состава. Это современный подвижной состав, современные поезда, это ремонты и обновления вокзальных комплексов, в которых сейчас мы выйдем. Первый Брянск, второй Брянск. Мы планируем провести ремонт Орженихидзаграда. Если говорить про грузовые перевозки, то промышленное производство в Брянской области развивается семимильными шагами. Это можно сделать его на основе стабильного роста железнодорожных грузовых перевозок. РЖД – это надежный партнер для всех грузоотправителей Брянской области. Я уверен, что мы будем и впредь вносить большой вклад в развитие всей железнодорожной отрасли и развитие экономики нашей Родины. По итогам съезда железнодорожники приняли резолюцию, которая станет руководством к действию до 2030 года. Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Москва. Бардетелла пертусис – такое почти поэтическое имя носит зловредная бактерия, которая вызывает коклюш. В основном болеют дети от 3 до 6 лет. Симптомы инфекции и методы профилактики в рубрике «Совет эксперта» раскрывает главный внештатный детский инфекционист департамента Брянской области Яна Ткачева. Проявляется это заболевание в основном кашлем, приступообразным, надсадным. Ребенок во время приступа кашля, а он появляется чаще в ночное время, синеет, краснеет, у него даже может быть остановка дыхания. Наиболее опасна эта инфекция для детей раннего возраста. Эти детки лечатся в основном в условиях стационара. Мы успешно справляемся с этой инфекцией, но, несмотря на это, необходимо обязательно ее профилактировать. Основным и наиболее важным и эффективным методом профилактики является вакцинация. Помимо вакцины профилактики нельзя забывать об соблюдении личной гигиены. Не забывайте, что необходимо чаще мыть руки, минимизировать прикосновение рук к лицу и коже ребенка. Также нельзя вводить детей в детский сад и в школу уже при первых признаках инфекции. Все вирусные заболевания, они начинаются примерно одинаково, с катаральных явлений, с повышения температуры. Но это может быть также манифестацией и коклюша, и других серьезных инфекционных заболеваний. Поэтому профилактика общая также важна. Необходимо регулярно проветривать, а также проводить влажную уборку, как дома, так и в дошкольных и школьных учреждениях. В Брянской областной думе продолжаются встречи законодателей со школьниками и студентами. Лекции посвящены юбилею основного закона страны, который отмечался 12 декабря. Очередной патриотический урок для подростков из 64-й школы провел Герой России, председатель Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко. История и предпосылки принятия Конституции, ее основные положения, внесенные в текст поправки. Из уст парламентария героя ребята больше узнали о своих правах и обязанностях, государственных гарантиях, а также проверили полученные на школьных уроках знания. Как же это все происходит внутри, что скрывается за дверями областной думы, как вообще происходит, почему именно законы одобряются, некоторые отправляются на доработку. Изначальная тематика разговора значительно расширилась. Депутат рассказал о личном боевом опыте, целях и задачах специальной военной операции на Украине, воинском долге мужчин. В свойственной только ему манере вспомнил о первых шагах к большому успеху. Трудно мне давались учебники, но железное 3 было всегда. Но я с испугу вступительные экзамены в училище военное сдал на отлично. Это опять все к тому, что если захотеть, можно все что угодно. И поступил вне конкурса. У нас было 4 человека на место, и меня зачислили в военном училище. Устроили ребятам и познавательную экскурсию по думе. Познакомили с историей одного из самых красивых зданий Брянска. Она наполнена необычной атмосферой, и я сразу захотел здесь работать, и мне понравилось, как здесь все устроено. 10-й Б впервые побывал в региональном парламенте. До этого была только теория на уроках. Да и та на примере Государственной думы. Ну а здесь наш законодательный орган, нам очень интересно, доступно рассказали, как законодательные инициативы идут у нас в Брянской области. Ну, посидели за рабочим местом депутата. И очень приятно и радостно, что на мой вопрос детей, кто хотел бы здесь работать, подняли приблизительно половину. Поэтому у нас хорошая смена будет. Школа 64. Светлана Дробкова, Виктор Левченков, Брянск. Своих не бросаем. Активисты Брянского отделения Народного фронта взяли под опеку жителя Артемовска, потерявшего жену и мать во время бомбежки. Мужчину прооперировали в Брянской областной больнице. Заботами врачей и волонтеров он идет на поправку и мечтает побыстрее найти работу в Брянске. Подробности в нашем следующем репортаже. Гость поднимаем. Ну как ты, мой хороший. Потерявший жену и мать, житель Артемовска возвращается к жизни в Брянске. Переехать 40-летнему Сергею Сироткину и его 6-летнему сыну Коле в Брянскую область к родственникам помог Народный фронт. Уже чувствую, что полегче иду на поправку. Хожу потихоньку, но пока с костылями. На ногу наступаете уже? Конечно. Покажите, как это у вас получается. Ну, отлично. Отлично. Ну, в ближайшем будущем уже на работу можно выходить, да, Сережа? Да, хочется уже поскорее найти. Супруга и мать мужчины погибли от рук украинских солдат. В подвал, где от бомбежек прятались мирные жители, в ССУ бросили гранату. Сергея придавило бетонной плитой. Коля чудом уцелел. Обоих спасли российские военные. В Брянской областной больнице мужчине сделали несколько операций. Сильно пострадала нога. Все это время ему помогали, поддерживали. А волонтерская группа «Швейбат» даже сшила специальные брюки. Мы помогаем пережить трудные времена своей продукцией, бойцам и своему. К нам обратилась Ларина Украина Сертихова с Народного фонда, помочь сшить раненому жителю города Артемовска штанишки. У него стоял аппарат Елизарова, и чтобы было легче обслуживать этот аппарат и проводить консидоры, нужно было сшить специальные штаны на кнопках. Вот мы это сделали. Пока папа лечился, Коля занимался со специалистами. У мальчика и раньше были некоторые проблемы со здоровьем, а пережитое сильно усугубило их. На днях Сергея выписали. Народный фронт продолжает участвовать в его судьбе. Светлана Дробкова, Брянск. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok